Так, все записывают. Продолжение следует... Очень-очень, на самом деле, актуальна. Посвящена применению ФСБУ-2518 «Бухгалтерский учет аренды». Какие топ-7 вопросов возникают у арендаторов и арендателей в 2022 году? Есть уже первые итоги проверок, поэтому сегодняшняя информация самая, что ни на есть, свежая. Будем смотреть, какие ошибки совершают арендатели и арендодатели, и с какими сложностями они сталкиваются. Помогут разобраться в этом наши прекрасные спикеры, сильнейшая команда провеста аудита – Ольга Легонькова и Виктория Варламова. Друзья, я напомню, что у вас есть прекрасная возможность получить ответы на ваши вопросы в прямом эфире, поэтому не стесняйтесь задавать в чате прямо под онлайн-трансляцией. Я сейчас с удовольствием передаю слово Виктории, она вам уже подробнее все расскажет. Виктория, вам слово. Спасибо. Добрый день. Действительно, хочу немножечко о нашей компании рассказать. Наша компания занимает 16-е место в рейтинге РАЭК среди крупнейших аудиторских компаний. И действительно, наверное, мы, как никто, знаем, какие бывают ошибки и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Наша компания уже более 16 лет на рынке аудиторских услуг, и мы проводим не только обязательный инициативный аудит, но мы также проводим и аудит с углубленной проверкой налогового учета и даем страховку от налоговых претензий. То есть, если налоговая что-то доначисляет после проверенного нами периода, то мы предоставляем юридическую поддержку, и если отбить доначисление не удастся, то компания Инго Страх компенсирует штрафы и пени. Также мы оказываем консалтинговые услуги, и наши налоговые юристы представляют интересы налогоплательщиков в суде и в налоговых органах. Но сегодня мы собрались, конечно, по другому вопросу. То есть, я имею в виду, сегодня мы будем обсуждать бухгалтерский учет, а не налоговые органы, хотя бывает и это тоже связано. Сегодня, как уже Василия сказал, мы будем обсуждать топ-7 вопросов, которые возникают при проведении аудиторских проверок у наших клиентов. Наши аудиторы уже видят, какие ошибки есть у клиентов, и поэтому сегодня у Ольги Легоньковой, наш спикер, будет делиться с вами опытом. А я сегодня буду выполнять функции модератора. Напомню, меня зовут Тварламова Виктория, я руководитель отдела консалтинга компании «Правовеста Аудит». И, по сути, сегодня моя функция сводится к тому, что я буду отслеживать ваши вопросы, чтобы Ольга не отвлекалась, и задавать их Ольге. Но я прежде хочу напомнить о формате сегодняшнего мероприятия. У нас сегодня вебинар состоит из двух частей. Приблизительно 45 минут будет первая часть. Будем разбирать нюансы учета у арендаторов. Наверное, это самая многочисленная сегодняшняя аудитория нашего вебинара. Весь у всех, практически у каждой компании есть договор аренды. Мы выступаем арендаторами. А во второй части нашего вебинара Ольга будет разбирать уже популярные вопросы, которые возникают у арендодателей. И также хочу сказать, что сегодня компания «Правовеста Аудит» подарит всем участникам вебинара два подарка. Но что это будут за подарки, я скажу чуть позже. Как говорится, меньше слов, больше дела. Передаю слово Ольге Легоньковой. Ой, простите, Ольга. Несколько слов все-таки. Конечно, я думаю, что Ольгу Легонькову особо представлять не нужно, потому что многие уже были на ее вебинарах. Ольга Легонькова у нас главный методолог и директор по развитию компании «Правовеста Аудит». Поэтому Ольга, как никто другой, знает вот эту всю кухню, что творится в учете организации, и сама принимает участие в аудитерских проверках и контролирует процесс аудитерских проверок, то есть что там происходит. Поэтому Ольга, как никто другой, в курсе всех событий. И сегодня будем обсуждать как раз актуальные вопросы 25-го по СБУ. Ольга, вам слово, пожалуйста. Спасибо, спасибо, Виктория. Всем добрый день. Сегодня у нас прекрасная тема. Прекрасная она тема, ужасно одновременно тем, что на самом деле сейчас идет август. И вот Виктория упоминала, это действительно так, что сейчас идет август, но, к сожалению, далеко не все компании еще перешли на новые федеральные стандарты. Это связано с тем, что, конечно, 25-й ФСБУ достаточно сложен в применении. Поэтому сегодня вы задавайте, пожалуйста, свои сложные, неоднозначные вопросы. Это нам поможет двигаться в каком-то понимании этого стандарта в том числе. Но сегодня мы с вами поговорим о таких вещах, на которых, так сказать, спотыкаются чаще всего. До сих пор есть какие-то ошибки, вопросы, нюансы. Много очень вопросов связано с лизинг-бодателями, с лизинг-получателями. Прошу прощения. Сейчас я сразу открою демонстрацию, буду демонстрировать на весь экран. У нас сегодня, конечно, вопросов больше, чем 7 возникнет. Это однозначно, да, потому что надеюсь, что у нас будет сегодня горячее обсуждение. По структуре, да. Сначала мы поговорим про арендаторов. Во второй части мы поговорим про арендодателей, немного про лизинговые аренды, договоры, простите. Они тоже имеют много нюансов. Вы знаете, что лизинг-бодатели, арендодатели, которые занимаются таким видом деятельности, как предоставление в аренду в лизинг, они не имеют права применять перспективный способ отражения изменений и внесения изменений при переходе. Они применяют только перспективный. Там много сложностей, поэтому задавайте вопросы. И ПБУ 18-й подтягивается. Но, тем не менее, давайте уже начнем, да. Ольга, прежде чем вы начнете, я хочу обратить ваше внимание. Нажмите, пожалуйста, слайд-шоу, чтобы мы видели вашу презентацию более крупно. Сейчас мы видим... Я нажала слайд-шоу, на самом деле. Я сейчас сделаю по-другому тогда. У нас бывают через Zoom такие вопросы сейчас. Вот так. Да, вот теперь шикарно. Самое главное, чтобы листалось по опыту, могу сказать. Попробуйте полистать, чтобы я уже вышла из эфира, что у вас все хорошо. Пока ничего не листается. Да, действительно не листается. Коллеги, ну давайте я попробую тогда сделать просто большой экран. Надеюсь, что всем будет видно. Максимально я сейчас сделаю масштаб. Уберу вот эту часть. Вот, все, теперь, да, хорошо, замечательно. Спасибо, Ольга. Все, не отвлекаю. Да, значит, много вопросов возникает о том, как избежать, да, сейчас вот этот сложный расчет, как упростить учет, как сделать так, чтобы переход был более мягким, скажем так, да. Поэтому федеральный стандарт предусматривает несколько вариантов. Мы сейчас о них поговорим. В общем, есть несколько способов, как избежать сложного учета, прийти на легкий учет, как для арендатора, так и для арендодателя. У арендатора, значит, в принципе, существует по федеральному стандарту 25 три способа учета арендованного имущества. Мы все знаем, их читали. Основной способ – это в полной мере применяем стандарт, рассчитаем ППА, право пользования активом, рассчитываем обязательства по аренде. И, в общем-то, в полной мере применяем все правила и пункты федерального стандарта. Второй способ, упрощенный, может применяться в отношении отдельных договоров. То есть вы знаете прекрасно наверняка, что стандарт уникален, можно сказать, тем, что он идет в разрез, ну не то, что в разрез, да, а устанавливает определенные правила учета для арендованного имущества, вне зависимости от тех условий, которые предусматривает, например, договор сам аренды. То есть вот этот момент я все время проговариваю на всех вебинарах, в том числе, что нужно не в большей степени не читать условия договора аренды по вопросу отражения самого арендованного имущества, а в большей степени смотреть на федеральный стандарт. Да, поэтому не отражает, вот этот способ в чем заключается, что мы можем не отражать в бухучете ППА и обязательства по аренде не рассчитывать, а арендные платежи учитывать в расходах в текущем порядке, как и раньше. Мы сейчас с вами поговорим почему. И третий способ, упрощенный, расчеты фактической стоимости ППА и обязательства по аренде для арендаторов, которые могут применять упрощенные способы бухгалтерского учета. Им повезло больше всех, все им завидуют, что они могут применять этот упрощенный способ. Но есть там у них определенные нюансы в расчете ППА, если требуется. Но в целом, да, этот способ самый такой понятный и быстрый для тех, кто может применять упрощенные методы учета. Значит, мы с вами сейчас поговорим. Первый способ, упрощенный для определенных договоров, он касается краткосрочной аренды и аренды малоценных объектов. Вы знаете, что установленный НИМИД в 300 тысяч рублей у нас в нашем российском стандарте учета аренды. А краткосрочная аренда, вы понимаете, что этот договор заключен менее чем на 12 месяцев. То есть это 11 месяцев и менее. Так, у меня тут какие-то вылезают еще. Да, ну и второй упрощенный способ, да, то есть для арендатора мы с вами уже проговорили. Упрощенный способ расчет фактической стоимости права пользования активом. Так, у меня листается, но плохо. Что-то сегодня как-то, да. Смысл в том, что мы, как арендатор, можем не отражать в бухгалтерском учете ППА и обязательства аренды, по аренде, а можем признавать расходы по арендным платежам в обычном порядке, да, как в старом, при старом способе отражения расходов по аренде. И предмет договора аренды учитывается в этом случае на балансе у арендодателя. Ну, да, то есть ничего особенного в обычном порядке. Делаем это равномерно в течение срока аренды или при применении другого систематического подхода. Так указано в федеральном стандарте. На самом деле все делают равномерно практически. Другого систематического подхода я пока не видела. Ни у кого в бухгалтерском учете. Все предпочитают оставаться на старом порядке учета. В этом случае арендатор не применяет 25 ФСБУ, да, то есть все, применяет старый прежний порядок учета и, в общем-то, живет припеваючи при этом. Такой способ, он может применяться к тем договорам, которые содержат определенные условия. Да, то есть тоже говорю о том, что вот в отношении арендованного имущества мы можем расслабиться, не читать договор. У нас есть определенный порядок отражения ППА и обязательства. А в отношении условий, которые содержатся в договоре по поводу расчетов, по поводу расчетов, я имею в виду арендной платы, да, сложности расчета этой стоимости арендной платы, порядка изменения. Нужно очень пристально читать эти договоры, особенно договоры, которые связаны вот по нашему опыту. Сейчас мы перешли с достаточно большим количеством компаний уже на федеральный стандарт 25, оказывали помощь и помогали в переходе. Самые сложные договоры обычно заключены, которые я видела несколько вариантов, да, это торговые центры иностранные, которые обычно заключают сложные договоры, которые зависят от выручки, от товарооборота, они просят предоставлять определенную отчетность, содержат условия об индексации и так далее. И вот недавно я видела один договор, который предусматривал расчет в натуральном измерении, да, то есть, например, там были сельхозтоваропроизводители, которые обязаны по договору было рассчитываться, ну, к примеру, там, зерном, да, то есть это тоже такое достаточно интересное условие в договоре, не в рублях, а в натуральных показателях. Поэтому здесь, опять же, просто обращаю ваше внимание на то, что условия договора крайне важны. Так вот, значит, каким договорам мы можем применять тоже вот такой упрощенный порядок? Здесь несколько есть симптомов, скажем так, да, то есть условий, которые должны содержаться. Во-первых, право собственности на предмет аренды не переходит к арендатору, то есть мы понимаем, что это сразу не договор лизинга. Выкупить по цене значительно ниже справедливой стоимости такой предмет невозможно, нельзя, да, то есть арендатор не может этого сделать. Далее условие должно быть о том, что не предполагается передавать предмет аренды в субаренду. Это просто про то, что это не перейдет в финансовую аренду дальше, да, то есть это или в операционную аренду, да, то есть это значит, что мы не будем извлекать прибыль из этого предмета договора. Дальше должно выполняться еще одно из вот этих нескольких условий. Срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Ну, вы знаете, это прямая норма в 25-м ФСБУ такая содержится. И рыночная стоимость, мы тоже с вами уже поговорили об этом, без учета износа, стоимость аналогичного нового объекта, как указано в стандарте, не превышает 300 тысяч рублей, да. При этом арендатор может получать экономические выгоды от этого предмета аренды преимущества, преимущественно независимо от других активов, да, то есть это имеется в виду, что не используется его, не используют его в текущей деятельности. Ну и также, да, третий вариант, вот здесь он у меня немножко соскочил, арендатор вправе применять упрощенный способ бухучета. Вот мы с вами уже все это проговорили. На практике что происходит сейчас? На практике коллеги главбухи, которые готовились еще с прошлого, с 21-го года к переходу на 22-й ФСБУ, на применение в 22-м году 25-го ФСБУ, они перезаключали многие договоры, особенно если это простые договоры с целью того, чтобы снизить их срок действия, уменьшить их срок действия, да, то есть чтобы договор заканчивался до конца 22-го года. Как раз с целью того, чтобы к этому договору не применять 25-го ФСБУ. Другие коллеги наши бросились оценивать имущество, которое предметом аренды является, его стоимость пытались определить, да, то есть сделать так, чтобы в договоре было указано, что стоимость ниже 300 тысяч рублей. Поэтому здесь есть варианты, у кого-то объективно условия договора попадают под такие, да, критерии, да, и объективно коллеги главбухи уже не применяли 25-й ФСБУ. Дальше второй способ, упрощенный, который мы с вами проговорили, расскажем про него, про упрощенный способ расчета фактической стоимости ППА и обязательства по аренде. Это для тех, кто может применять упрощенный способ бухгалтерского учета. Смысл этого способа в чем? В том, что арендатор формирует стоимость ППА в усеченном виде и обязательства по аренде он не дисконтирует. Ну, в целом можно сказать о том, что, так, ну давайте поговорим про усеченный вид, это что значит, что фактическую стоимость арендаторы включают в величину первоначальной оценки обязательства по аренде, то есть это платежи, да, будущие платежи по аренде и арендные платежи, которые осуществили на дату предоставления предмета аренды или до такой даты. То есть это прямое формирование, можно сказать, по фактической себестоимости, да, если так можно назвать. Никакое дисконтирование не применяется, при этом обязательства по аренде также не, то есть это неприведенная стоимость, скажем так, да, то есть если в обычных условиях мы ППА отражаем по приведенной стоимости с определенными дополнениями, то здесь это неприведенная стоимость. В стоимость ППА не включаются и признаются текущими расходами периода, в том периоде, в котором они возникли, естественно, затраты, связанные с поступлением доведением, в других случаях они включаются, как мы знаем, да, и величину оценочного обязательства, например, там по демонтажу, по восстановлению окружающей среды, которые, кстати, тоже существуют. Вот один из примеров с доведением до состояния, прошу прощения, по восстановлению, да, то есть или по приведению состояния в исходное, такое условие я уже видела в договоре, это оценочное такое, ну, можно сказать, оценочное обязательство, да, для арендатора, когда брендируется арендуемое помещение в торговом центре, да, то есть вот, например, построили, у нас был такой договор, был такой клиент, когда построили давным-давно торговый центр какой-то новый, да, арендаторы заезжали в этот торговый центр, снимали площади, естественно, брендировали каждую площадь под себя, то есть выкрашивали собственные цвета, как-то делали перестановку в смысле, там, расстановки кассы и так далее, то есть вносили, прошу прощения, что это с голосом, вносили какие-то существенные изменения в конструкции, и арендодатели в этом случае включают в договор условия о том, что при выезде этого арендатора, например, из этого помещения, он приводит его в исходное состояние, и нам, естественно, как арендатору просто необходимо внести это оценочное обязательство в размере, по нашим ощущениям, да, сколько это будет нам стоить, это такой демонтаж и такие действия для того, чтобы привести в исходное состояние, мы можем включить это в стоимость ППА, да, то есть это тот оценочный резерв, который будет существовать, это нагрузка дополнительная, вот я вам привожу к примеру. Другой пример. По восстановлению окружающей среды вы знаете, что есть определенные обязательства, в том числе связанные с законодательством, с особенностями законодательства, для приведения в состояние исходное и на восстановление окружающей среды, которые связаны с использованием земель и так далее, это вот несколько примеров, которые мне быстро пришли в голову. Значит, это ППА, не включаем расходы определенные и ставим определенную стоимость фактическую, которая не приведенная. В отношении обязательств по аренде здесь, что первоначально оценивается как сумма номинальных величин, то есть просто считаем сумму, сколько мы будем выплачивать будущих арендных платежей, начиная с 1 января 2022 года, да, то есть здесь все просто, они не дисконтируются, никаким образом не приводятся, все остается в упрощенном порядке, скажем так. Так, про это мы с вами проговорили, да, эти способы есть, эти способы эффективно применяются, да, то есть я вас тоже призываю не бояться, не опасаться и спрашивать, задавать вопросы, потому что есть у меня какие-то нюансы. Мы даже несколько, несколько договоров переделывали и арендодатели шли на встречу как раз в цель того, чтобы их привести, вывести точнее из-под действия 25 ФСБУ. Коллеги, на этом, значит, пока все. Задавайте вопросы. Виктория, есть вопросы у нас? Да, уже есть вопросы в чате, вот Марина спрашивает, есть ли договор аренды на 11 месяцев с правом автоматической пролонгации, можно применять упрощенный порядок? Мы сейчас об этом поговорим, я дойду, у нас будет целый отдельный раздел про срок аренды, очень подробно буду рассказывать. Спасибо, то есть Марина, на ваш вопрос вы позже получите ответ как раз в процессе. Все, тогда пока больше вопросов нет. Отлично, отлично, супер. Так, давайте с вами тогда поговорим про такой же трепещущий вопрос, как обеспечительный платеж. Вопросов поступает много с этим связанных, есть несколько вариантов таких выплат, есть компенсационные выплаты, которые также, например, просят торговые центры за вход, скажем так, да, то есть это какая-то плата единоразовая, которая осуществляется арендатором для того, чтобы получить площадь в этом торговом центре. Это нормальная практика, в этом ничего такого нет, это практика иностранных компаний. Но обратите внимание, что такие платежи не будут являться обеспечительным платежом в том представлении, в котором мы с вами полагаем. Обеспечительный платеж, он прописывается обычно в договоре, он так и называется обеспечительным платежом. Для чего он осуществляется, для чего он выплачивается? Он выплачивается для того, чтобы подстраховать, можно сказать, арендодателя от каких-то резких действий арендатора. То есть, если, например, арендатор захочет выйти или еще что-то, то есть условия использования этого обеспечительного платежа. В связи с этим и БМЦ, и мы на практике тоже, и, в общем-то, ФСБО об этом говорит, уже выработали Минфин, выработали определенный, Банк России, кстати, поучаствовал, выработали определенный подход к этому обеспечительному платежу. Есть два вида обеспечительных платежей, вы знаете, возвратный и невозвратный. По большому счету, они делятся на две категории. Так вот, даже Банк России выпустил письмо. Я вам рекомендую пользоваться разъяснениями Банка России в отношении аренды. Почему? Потому что банки достаточно давно уже применяют свой стандарт, вот этот учет арендных платежей, учет аренды в принципе. То есть, они наработали какую-то уже определенную практику. Поэтому я вам рекомендую все, что не связано с какой-то узкой спецификой, пользоваться разъяснениями Банка России по поводу учета аренды с удовольствием. И вот, в том числе, и Банк России, он выпускал письмо достаточно давно, как вы видите, о порядке отражения на счетах бухучет договоров аренды некредитными финансовыми организациями. То есть, нами, мы некредитные организации. В общем-то, в целом, это потом подтверждается, мы с вами сейчас письма тоже посмотрим, что бухучет обеспечительного платежа должен, прежде всего, зависеть от нас, от условий договора и от экономической сущности той операции, которая производится в виде обеспечительного платежа. То есть, если обеспечительный платеж, он не является каким-то задатком, авансом, не предназначен для зачета в счет перечитающихся каких-то будущих платежей, то по своему экономическому содержанию, по сущности, мы с вами понимаем, что он является прочими средствами, которые размещаются на возвратной основе, и они будут возвращены арендатору в любом случае. То есть, это не, как здесь указано в письме, отличаются от договоров займа и банковского вклада. Отражается здесь указанное определенное счет, это банковское, и мы не обращаем на них внимания, но мы обращаем внимание на суть. То есть, если это возвратный платеж, который будет нам возвращен, и мы получим его в виде денег, естественно, как арендатор, то этот обеспечительный платеж не включается в расчет стоимости ППА, никаким образом он не дисконтируется, ничего с ним не происходит. Мы его, в принципе, игнорируем. Бывают невозвратные обеспечительные платежи, это те платежи, которые по условиям договора могут зачитываться, например, в последний оплатеж, в последний месяц платежа. Что-то у меня опять не листается, ничего. Какая-то беда у нас сегодня. Да, давайте пока здесь борюсь, я вам все равно прокомментирую. То есть, если по сути, по своей экономической, этот платеж у нас является новым каким-то платежом, то есть, не новым платежом, а очередным платежом по аренде, то, конечно же, его нужно дисконтировать, его нужно проводить. То есть это тот будущий платеж арендный, который будет у нас являться очередным арендным платежом. То есть здесь все однозначно, все понятно. Поэтому обращайте внимание, договоры в этом случае тоже бывают разные, условия в них тоже разные. Мы видели уже всякие условия по поводу обеспечительного платежа. Обеспечительные платежи, кстати, бывают очень существенными, и они могут существенно повлиять на стоимость ППА. Поэтому, пожалуйста, я вообще всем как рекомендую, мы когда переходим сами, помогаем клиенту переходить, есть определенные критерии, есть определенные критерии по компонентам договора арендного. Я вам очень рекомендую, здесь я не указала, просто сейчас у меня возникла эта мысль, вам поделиться с вами, поделиться этой информацией. Очень рекомендую почитать разъяснение БМЦ по этому поводу, по поводу компонентов аренды. Они касаются арендодателя, но в полной мере могут применяться и арендаторами. То есть там достаточно все подробно расписано, что такое компонент договора аренды. Я всем рекомендую, в общем-то, каждый договор аренды расчленить на эти компоненты. То есть показать в соответствии с федеральным стандартами, естественно, выделить для себя каждый договор. Вам будет и проще самим дальше вести учет по этим договорам, потому что ФСБУ 25 с нами навсегда. Вы знаете, что сейчас начнется внедрение, уже по нематериальным активам ФСБУ приняли. И, в общем-то, начинается активно такое внедрение и дальше. Поэтому в любом случае вам это пригодится. А к вам придут аудиторы, конечно, будут спрашивать, почему вы именно таким образом осуществили учет, как вы произвели выделение этих компонентов. Поэтому всем рекомендую это сделать, в общем-то. Так, ну и вот наш интересный вопрос. Это вопрос достаточно долгий, достаточно глубокий. По поводу сроков аренды. Здесь уже достаточно много времени прошло. И первое время, когда применялся стандарт, мы находились в такой небольшой прострации. Больше пользовались 16 ФРС по этому поводу. Вы знаете, что есть аналог нашего стандарта федерального по учету аренды. Есть и ФРС, который так и называется, да, аренда. Поэтому мы пользовались практиками, наработками наших коллег иностранных. Но сейчас в целом существует уже мнение. Вот спрашивала коллега, вопрос как раз задавала. Могу сразу сейчас в тему на него ответить. Что не рекомендуется заключать договоры на 11 месяцев с автоматической пролонгацией. Почему? Ну, как не рекомендуется? Можно, конечно, это сделать. Но вам-то сложнее будет доказать и аудиторам, и налоговой в том числе. Потому что учет расходов будет вестись другим способом у арендатора в этом случае. Я не знаю, в каком положении, в каком состоянии вы окажетесь в том или ином случае. В более выгодном или менее выгодном в отношении налогов. Но, тем не менее, вопросы могут возникать. Потому что сейчас наше аудиторское сообщество, бухгалтерское сообщество в целом пришло к мнению, что такие договоры при прочих равных условиях могут признаваться долгосрочными. И применять к ним ФСБУ-25 нужно будет в обязательном порядке. Потому что они как раз и называются вечно зелеными. Я выскажу свое субъективное мнение. Я думаю, что кто-то согласится со мной, кто-то не согласится. Но если мы говорим о том, что мы смотрим на экономическое содержание, на суть таких договоров, то, конечно, сложно не признать, что они подлежат учету по 25 ФСБУ. Потому что даже несмотря на то, что существует формальный призм заключения на 11 месяцев, по своей сути, такие договоры при других сглаженных обстоятельствах, мы сейчас тоже с вами поговорим про нюансы, на мой взгляд, субъективные, они однозначно являются долгосрочными. То есть это и так понятно, что если я заключаю 10 лет один и тот же договор на один и тот же предмет с автоматической пролонгацией через 11 месяцев, ну, по сути, это долгий договор. Другой вопрос, что и ФРС, и федеральный наш стандарт российский позволяют нам выкрутиться из этой ситуации и по формальным определенным признакам признать его кратким. Ну, например, есть вариант, была такая дискуссия, обсуждение по поводу того, что если договор предусматривает какой-то период нерасторжения, а он обычно мал, этот период нерасторжения, на российской нашей практике то, что мы видели, это 3-4 месяца, период нерасторжения, то есть это гарантированный период аренды, то в целом можно признать такой договор кратким. Также по формальному признаку можно признать его кратким, если он заключен на 11 месяцев, но он, например, не пролонгируется, а формально осуществляется перезаключение договора. То есть если у меня был договор номер один от 1 января 2021, потом у меня договор номер два на тот же предмет с тем же арендодателем там, не знаю, от 31, от чего там у нас, от 1 декабря 2021 года опять на 11 месяцев, то по формальному признаку его можно признать кратким. Ну вот, коллеги, это на ваше, вы знаете, в 25 ФСБУ он достаточно и 6, и многие другие будут, я думаю, содержать тоже такие положения, он достаточно оценочный. То есть мы можем применять свое профспрофессиональное суждение, можем применять множество оценок, главное их доказать, то есть убедить или аудиторов, или других заинтересованных в пользовании вашей отчетности лиц, что учет именно таким образом вы ввели вот конкретно по этому и доказать свою позицию. Так, на этот счет пока все. Давайте по поводу пролонгации и так далее поговорим на 11 месяцев про вечный зеленый. Но про вечный зеленый я сказала, что это такое. Срок аренды, да, то есть наш федеральный стандарт российский не содержит такого четкого определения, что такое срок аренды. Срок аренды для бывых учетов рассчитывается из сроков, условия установлены договором аренды. Все понятно, тут вроде как никаких вопросов возникать не может. При этом есть масса вариантов, масса комбинаций, как и каким образом может арендатор или арендодатель менять эти условия в отношении сроков аренды в договоре, да, каким образом, при какой совокупности каких-то факторов. Вы сами знаете, что есть договоры, конечно, совсем легкие, да, то есть, ну, легкие в смысле условия, ничего особенного арендовали, конкретное помещение, конкретную площадь, на конкретный срок, все понятно, существует более сложный. Это вот как раз разговор про эти, про более сложные. Такие корректировки, если существует действительно пересмотр срока, но я, например, не встречала еще такого пересмотра сроков именно вот в таком, в чистом виде, корректировки отражаются как изменение оценочных значений в бухгалтерском учете, но пока такого вопроса, наверное, у нас еще не стоит и не стояло, потому что мы только переходим сейчас на этот стандарт, и, в общем, никаких пересмотров срока пока еще, ну, я не встречала еще, да, не знаю. Но, тем не менее, вы знаете, что течение срока аренды начинается с даты предоставления предмета в аренду, да, то есть здесь у нас срок аренды, из чего складывается? Период аренды в течение, это по 16 ФРС, период аренды, в течение которого досрочное прекращение аренды невозможно, есть определенный такой, да, гарантированный период, его тоже можно выделить, это вот с целью того, чтобы признать все-таки этот договор кратким, я в этом смысле рекомендую вам заглянуть в 16 ФРС и там почитать об этом, там очень подробно с примерами об этом написано, если вы затрудняетесь в определении срока. Также сюда плюсуется срок, период аренды, на который можно продлить договор аренды, если имеется уверенность, что арендатор воспользуется этой возможностью, почему эта уверенность может возникнуть, потому что, например, привожу всегда прекрасный яркий пример по поводу срока аренды, у нас есть клиент, который связан, у которого есть специфическая деятельность, вы поймете, о чем речь, что я не могу не продлить этот договор аренды. Они арендуют помещение, у них они оказывают ритуальные услуги, да, то есть это узкоспециализированное помещение, скажем так, которое заточено уже под определенные функции, выполнение определенных функций, вы сами понимаете, да, поэтому нет вариантов других, что этот арендатор уйдет куда-то, не будет арендовать это помещение. Это произойдет только в одном случае, если они решат прекратить свою деятельность совсем. Вот это как раз тот случай, да, то есть я 100% как арендатор буду арендовать это помещение, эта уверенность имеется, она 100%, ну или там 80%, неважно. И сюда же плюсуется период аренды, в отношении которого договором предусмотрено возможность прекращения аренды, если имеется в этом достаточно уверенность. Тоже вариант какой? Например, был у нас такой случай, что есть материнская компания, есть иностранная, да, она иностранная, есть дочерняя компания российская, которая существует также в Москве здесь. Часть офиса присутствия, так сказать, находится в одном месте Москвы, и часть дочерней компании, дружественная иностранная компания находится в другом месте Москвы, они решили объединиться, да, то есть в этом случае имеется уверенность в том, что договор аренды дочерней компании в том месте, в котором она находится, будет прекращен, связи с тем, что компании решили объединить своих работников и, в общем-то, находиться на одной территории, да, то есть, например, вот такой может быть вариант. Так, по поводу 16-го ФРС, что я вам опять рекомендую в него заглядывать периодически, в нем есть определение и срок аренды, в отличие от нашего ФСБУ, что значит, это, ну, мы проговорили уже сами, да, не подлежащий досрочному прекращению периода, в течение которого арендатор может пользоваться базовым активом, да, то есть предметом аренды. Здесь о чем речь? Вот смотрите, если переводить на наш российский ФСБУ, ФСБУ Стандарт, то здесь больше речь о том, насколько арендатор имеет намерение осуществлять аренду, насколько имущество, которое арендует предмет аренды, насколько они уникальны, то есть, например, если, тоже привожу этот пример, но потому что он понятен, если я арендую какой-то кусочек торговой площади в торговом центре, он не сильно специфичен для меня, то есть я не понесла какие-то существенные расходы на то, чтобы создать имидж, да, то есть создать внешний вид этого арендуемого оповещения, то, в общем-то, я могу прекратить договор аренды с этим арендодателем и переместиться, например, на другой этаж, если, например, в рамках одного арендодателя, или я могу переместиться в соседний торговый центр в этом же районе, к примеру, подешевле, да, то есть для меня это не, это не ритуальные услуги, да, то есть это уже предмет аренды, который не является уникальным, я могу спокойно расторгнуть, поэтому вот этот период мне по прекращению, по досрочному прекращению, он как раз оценивается, но это такая сухая теория, которую я вам рекомендую читать для того, чтобы, в принципе, понимать суть экономического самого договора аренды, и, в принципе, читать его правильно. Поэтому еще один вариант, простите, есть, Виктория, сейчас 5 слов я скажу, чтобы не потерять мысль, еще один вариант по поводу существенных штрафных санкций, да, то есть, вот, например, если арендатор скован вот этими существенными штрафными санкциями за то, что он досрочно прекратит договор аренды в какой-то определенный период, устанавливает полгода, 3 месяца, 4 месяца непрекращение этого договора, то также нужно вот эти все совокупность факторов, то есть, все факторы, все обстоятельства, которые у нас существуют не только в договоре аренды, но и, в принципе, в тех условиях экономических, которые существует арендатор, их нужно оценить, и, к сожалению, нам нужно сделать это самостоятельно, никаких конкретных критериев в этом смысле нет, и, в общем-то, прийти к тому, что такое срок аренды для нас. Да, Виктория, что-то, наверное, есть вопросы. Вопросов, на самом деле, масса, то есть, прям эта тема про длительность договора очень актуальна. Ну, давайте перейдем к вопросам. Оксана спрашивает, подскажите, какие риски и последствия неотражения ППА по 11-месячным договорам аренды? То есть, вот неотразим мы ППА, а договор на 11 месяцев, я так понимаю, с пролонгацией? Никаких, а, если с пролонгацией? Ну, видимо, да, в контексте вашей речи. Если договор просто на 11 месяцев, то понятно, что это краткий, никакого ППА быть не может. Если это договор на 11 месяцев с пролонгацией, ну, давайте рассуждать. И неотразим, вот что вот вы, как аудитор, пришли и увидели, неотразили договор с пролонгацией. Что будете делать, Ольга? Здесь много вариантов, здесь много, если аудиторы, вы знаете, такие неоднозначные люди, много если, да, сейчас ваша деятельность и, в принципе, аренда достаточно большой объем занимает в вашей деятельности, там, да, или 100%, или 50%, то, конечно, это будет оговорка. С чем это связано? С тем, что, когда мы продолжаем отражать договор в обычном порядке, мы отражаем только расходы, да, то есть только расходы в виде аренды, больше ничего. А на самом деле, если подлежит отражению по 25 ФСБУ, то это кардинально другой подход, да, то есть вы, получается, занизили себе активы, это право пользования активом, который мы должны отражать в первом разделе бухгалтерского баланса. Вы, вероятно, ну, при других условиях, я не знаю, но, скорее всего, вы завысили свои расходы, вероятнее всего, потому что вы знаете, что ППА амортизируется, во-первых, это приведенная стоимость, она меньше, чем стоимость всех платежей аренды, которые вы в чистом виде по факту посчитаете, приведенная стоимость всегда меньше, да, то есть дисконтируется, деньги обесцениваются, то есть вы себе расходы, вероятно, завысили. Ну и, соответственно, обязательства по аренде, да, то есть у вас во втором разделе бухгалтерского баланса будет также искажение, у вас не будет обязательства отражено вообще, то есть там ни первый, ни второй раздел не будут участвовать никаким образом в учете этого предмета аренды, а только будут расходы. Ну и, соответственно, СНОФР тоже исказили. В смысле налогов здесь нужно считать, да, то есть в смысле налогов нужно посчитать, каким образом будет это влиять, это зависит от того, насколько у вас там дорогая аренда, что там за предмет аренды, посчитать по срокам, если он, например, предполагается на, как длительный, то какой там срок. Но речь идет о налоге на имущество, я так понимаю. По налогу на имущество мы с вами поговорим, у меня есть отдельный раздел на эту тему. По налогу на прибыль бухгалтерский учет, это я уже просто как специалист по налоговому учету, да, никаким образом не влияет порядок учета договоров аренды в бухгалтерском учете, он не влияет именно на расчет налога на прибыль, то есть если вы говорите об отражении именно налога на прибыль бухгалтерской отчетности, то, конечно, да. Да, вот, просто для декларации по налогу на прибыль, будем говорить, да, так, то есть никакого отношения, конечно, такая ошибка не имеет. У нас амортизация или там, то есть какая амортизация, только не один. Там нет амортизации, да? Да, конечно, то есть расходы по договору аренды, это как в налоговом учете в обычном порядке, будем говорить, так учитываются, да, а вот на, видимо, под налогом на прибыль, да, под налогообложением вы имели в виду именно отражение в бухгалтерском учете, вот. По налогу на прибыль расчет выведется по налоговому кодексу, да, в налоговый кодекс никаких изменений в этом смысле вносено не было, ну, за исключением там определенных подходов в разъяснении. Нет, там разницы могут быть, да, ну, вредные, постоянные. То, что касается учета налога на прибыль в бухгалтерской отчетности, в бухгалтерском учете, ну, да, там будет существенное искажение, это 100%. Поэтому здесь, ну, однозначно сказать я не могу, как повлияет, что повлияет, да, то есть здесь нужно изучать условия договора, смотреть на сроки, но то, что это будет, в принципе, неверный подход и отношение аудиторов к этому будет крайне отрицательным, это 100%. Ну, оговорка будет только если это существенная ошибка. Да, существенная ошибка, вы, кстати, вот не будете, часто задают этот вопрос, что существенность, которую отражают и учитывают для себя, да, отражают в учетной политике компании, это не то же самое, что аудиторская существенность, это разные вещи, да, то есть вы не можете говорить о том, что там 5% или 10%, которые установили от существенности баланса, они как раз будут для вас критерием. У нас есть свой расчет, своя аудиторская существенность, он не так просто производится. Поэтому, да, если это существенно, то это, да. Спасибо, Ольга, тут еще много вопросов. Давайте, давайте. Вот Сергей спрашивает, а могут быть такие договоры расценены как длительные отношения? То есть он имеет в виду вот тот пример, видимо, когда вы говорили, что заключили сначала договор номер один на 11 месяцев, а потом с тем же арендодателем договор номер два на другие 11 месяцев. То есть у нас два разных договора, и Сергей, по-видимому, спрашивает, вот вы, опять же, вы придете аудитора на проверку, да, посмотрите, у нас два договора. Не будет, не будете ли это, опять же, квалифицировать как один длительный? Вот в чем. Ну, конкретно мы не будем. Поэтому, Сергей, если подлежите обязательному аудиту, вы нашли своих аудиторов, да, кто к вам не будет предъявлять претензии. Почему? Объясню. Это не то, что мы в разрез закона идем, а то, что мы выработали свою позицию по этому поводу, да, с учетом тех мнений, которые высказывают на данный момент, обращаю на это внимание особое, что на данный момент высказывают наши Минфины и так далее, да, сейчас вот так. Так, следующий вопрос. Подскажите, как учитывать такие суммы по договору? В соответствии с 310 статьей Гражданского кодекса право арендатора на односторонний отказ от договора обусловлено необходимостью выплаты арендодателю денежной суммы. Так, сейчас еще раз. Еще раз, да, я не поняла. Я тоже, секундочку. Значит, как учитывать суммы по договору? Значит, в соответствии с Гражданским кодексом право арендатора на односторонний отказ от договора обусловлено необходимостью выплаты арендодателю денежной суммы. Видимо, в переводе на русский язык по договору написано, что если арендатор захочет расторгнуть договор аренды, то он обязан будет выплатить арендодателю необходимую денежную сумму. Без выплаты денежной суммы договор расторгнуть нельзя. Ну вот я так могу перевести на русский язык. Понятно. Да, но здесь мы уже поговорили с вами об этом, на самом деле, что если предусматриваются какие-то штрафные санкции, я вам не могу сказать однозначно ответ на этот вопрос. То есть надо договор смотреть? Да, здесь нужно смотреть договор. Помимо вот этих штрафных санкций нужно оценить, насколько они для вас будут конкретно существенны, насколько у вас уникальное имущество и так далее. То есть здесь масса факторов. Главное – обосновать свою позицию. Вот что самое главное. То есть даже если это будет краткий, вы признаете кратким, но вероятнее всего, то есть если не уникальное имущество, вы штрафуетесь на какую-то несущественную сумму, то, скорее всего, это будет краткий договор. Но там масса, масса обстоятельств. Конкретно вам сказать не могу. Нужно оценивать самостоятельно. Так, и еще два вопроса. Ольга, спасибо. Вот Оксана спрашивает. На какой срок поставить ППА, если договор заключен на 11 месяцев с автопролонгацией, и какими документами его можно подтвердить? То есть, я так понимаю, вот долгие сроки. Это работа местной бухгалтерии экономического отдела и генерального директора. В стандарте, напрямую это, по-моему, не прописано, но разъяснения на этот счет были, что мы должны, обязаны определить этот срок самостоятельно. То есть, какой-то разумный срок действия этого договора, который также будет обоснован, то есть, не просто голословно 3, 5, 10 лет, а он будет обоснован также этот срок, не знаю, производственным циклом, он будет обоснован планами компании на будущее, какими-то бюджетами и так далее, и так далее. Утверждается обычным приказом, мы вот как-то с коллегами вместе решили, что приказ генерального директора на установление срока, который будет там с протоколом, например, да, у нас мы российский бухгалтер, мы любим всякие протоколы, бумаги и так далее, совместного какого-то решения, это будет нормально, это будет приемлемо. Ну и еще как раз вопрос, Ольга, вот вы говорили про экзотические договоры аренды, вот, наверное, это один из примеров, ну, может, не столь экзотические, да, сколько вот, я бы так сказала, навороченный договор аренды. А вопрос, является ли объектом аренды погрузочно-разгрузочная техника, стоимость свыше 300 тысяч рублей, если договором аренды предусмотрена замена техники при поломке, то есть сломается, мне дадут другую технику в аренду, да? Хороший вопрос. Стоимость аренды зависит от фактической выработки, стоимость аренды определена за сутки аренды, нужно ли при этом ставить ППА, то есть стоимость аренды за сутки аренды техники и еще от выработки зависит, то есть сколько эскалатор там кубов, например, выкопает. Понятно. Видимо, так. Понятно, здесь нужно разделить на два, на мухи и котлеты, все разделяем. Во-первых, мы сначала должны определить, в принципе, может ли 25 ФСБУ применяться для того, чтобы как-то посчитать, вот уже на второй там перейти, рассчитывать аренду плату. Нам нужно, в принципе, понять, должен ли этот стандарт применяться к этому договору. Смотрите, здесь я бы как поступила. Если у меня достаточно длительная аренда, есть случаи замены этой техники, я бы проанализировала на вашем месте, как часто это происходит. То есть понятно, что это если техника ломучая, да, извините за простое слово, если оно ломается без конца, я меняю каждые два месяца, то это не предмет 25 ФСБУ. Потому что у нас указано, что предмет аренды должен быть идентифицируемый. То есть он должен оставаться постоянным. Даже если я меняю, вот мы тоже какой-то договор переделывали, если я даже произвожу замену автомобиля с одного на другой, или предусматриваю замену этого автомобиля, то это не предмет 25 ФСБУ. Здесь то же самое. Если по опыту вашему вы можете это обосновать, подтвердить документами, что замена производится чаще, то есть они ломаются, и про замены чаще, чем раз в 12 месяцев, то это вообще не предмет 25 ФСБУ. Мы можем в этом написать и, в общем-то, это утвердить. Если замена происходит реже, чем 12 месяцев, то есть, например, раз в три года вы по опыту видите, то вероятнее всего это предмет действия 25 ФСБУ. Но опять-таки я не буду говорить однозначно, потому что стандарт очень гибкий, и договоры бывают очень разные. Вероятно, это предмет 25 ФСБУ. Здесь как? Здесь идем в вопрос о модификации и пересмотре договора. Есть отдельное разъяснение по МЦ, есть часть даже, которая предусмотрена в ФРСе 16, почитаете, что такое модификация, что такое изменение условий договора, есть существенные, есть несущественные. Это я к чему? К тому, что все-таки, если 25 ФСБУ применяется, у вас слишком гибкие вот эти настройки по аренде, то вам нужно понять, каким образом осуществлять пересчеты. То есть, вероятнее всего, вот такие арендаторы несчастные, я им сочувствую, им приходится пересчитывать вот эти договоры чуть ли там не раз в месяц, не раз в два месяца, особенно если это зависит от тех ставок или показателей, которые меняются ежемесячно. Поэтому здесь мы рекомендуем, что сделать? Вам нужно попробовать изменить условия, то есть не в смысле самой сути условий арендной платы, а в смысле сроков. То есть, например, если у вас указано там, ну грубо, как там, Виктория, какой показатель там участвует, я забыла. Так, сейчас. Ну, например… А, выработка, выработка. Выработка, да, да. То есть, вот нужно посмотреть, насколько вы часто переоцениваете, оцениваете эту выработку. Если вы ее делаете раз в месяц, попробуйте делать ее раз в квартал. За сутки аренды. А, за сутки аренды. Кошмар. Кошмар. То есть, нужно, да… То есть, я, может быть, вообще по условиям договора могу как бы каждый день, да, акты приемки, передачи, технику беру в аренду. Например, может такое быть. Может. Поэтому я говорю о том, что нужно поработать в сторону изменения условий договора, как-то договориться, да. То есть, хорошо, вы будете отсматривать, отслеживать эту выработку ежедневно, но, например, предоставлять информацию о ней там не чаще один раз в квартал или раз в месяц, да. То есть, как-то для себя эта ситуация… Потому что, конечно, ежедневно это нереально, пересчитывать эти арендную плату. Я понимаю, что вы это осуществляете сейчас, но с учетом там приведенной стоимости, дисконтирования и так далее, это вообще адский труд. То есть, это невозможно сделать. То есть, захочешь взять технику в аренду, ломай голову, да, как отразить в бухгалтерском учете. Придется, наверное, чуть-чуть похитрить. Да. Ольга, пока вот вопросов больше нет. Я смотрю, это самая была актуальная тема про длительность договоров. И хочу напомнить, что мы немножечко уже выбиваемся из регламента. Мы уже заканчиваем, да. Так, ну, я удаляюсь пока. Так, слайды сегодня. Ну, про срок аренды вот здесь, да, что мы с вами уже очень много поговорили на эту тему. И, в общем-то, я не думаю, что нужно повторяться. У меня опять, да, про пролонгацию. Да, давайте два слова скажу, потому что насколько... Про факторы мы тоже с вами уже поговорили в целом. Да, у меня есть здесь небольшой вопросик. Ну, давайте сделаем так. Я немножко проговорю по поводу пролонгации. Какие они бывают, эти виды? Я думаю, что вы все с ними знакомы. Это вот как раз в тему того, что такое 11 месяцев, да, 11 ли это месяцев или нет. В 16-м фресе, я даже пункты указала вам здесь по поводу того, что такое пролонгация в чистом виде, да, которая может признаваться в связи с этим длительным договором. Да, у нас здесь 2, 4, 5 направлений. Значит, в договоре что может быть написано? Указание периода продления, то есть действие договора пролонгируется сроком на 1 год, например. Второй вариант – указание даты окончания договора. Например, срок действия договора продлевается до 31 декабря такого-то года. Также может быть написано перевода срочного договора в бессрочный, то есть стороны договорились, что после завершения установленного срока действие договора, он считается бессрочным. Кстати, по поводу бессрочного, почему я выбиваюсь из зрения, потому что немного очень комментариев на этот счет. Бессрочный, вы знаете, что сейчас однозначной позиции тоже не существует пока, к сожалению. Вроде как можно не применять 25-й к бессрочному, но наш Минфин пока склоняется к тому, что все-таки мы должны установить срок какой-то разумный для таких договоров, и все равно учитывать по 25-му. Четвертый вариант – автоматическая пролонгация, когда ни одна из сторон сделки не возражает против того, чтобы продлить этот договор. И последнее направление – предложение пролонгации одной из сторон контрагента. Это популярный вариант, я думаю, что вы знаете. То есть вот это все условия пролонгации нужно обязательно изучать, смотреть, что написано в договоре. По вопросам мы не будем с вами проходить. По налогу на имущество очень коротко, небольшой комментарий с письмом Минфина у меня здесь. Значит, что, опять говорю, это была дискуссионная тема, я возмущалась несправедливостью этого вопроса, но сейчас Минфин все пришли к тому, что, в общем-то, совершенно справедливо налоговое имущество облагается недвижимое имущество, которое учитывается на балансе организации, в качестве основных средств, то есть являющегося собственником этого самого имущества. Это у нас теперь существует. В общем, кто собственник, тот и платит налог на имущество. Здесь никаких вариантов нет, слава тебе, Господи. Я считаю это справедливым, независимо от того, каким образом ведется бухгалтерский учет. Каждая страна ведет бухгалтерский учет по-своему, в соответствии с федеральным стандартам бухгалтерского учета аренды. Но при этом собственникам остается до определенного момента в какие-то сроки одна из сторон. Поэтому вот кто является собственником, тот и уплачивает налог на имущество. Виктория, я думаю, что все. Если есть вопросы по налогу на имущество, вот письмо 18 мая 2022 года, посмотрите, но вы получите в рассылке его тоже. Вот он как раз об этом тоже и нам говорит, и сообщает. «Финтакстоп» всем направит презентацию, поэтому вы сможете посмотреть, конечно. Я вот в продолжение темы все-таки хочу. Кажется, обычная операция, договор аренды. Столько вопросов в бухгалтерском учете, как отразить технику, взяли экскаватор копать. Я не знаю, это вопрос возникает, если я так понимаю, что это долгосрочные договоры аренды. Вот, и вы со мной согласитесь, наверное, Ольга, что сейчас у нас как никогда аудиторы плотно загружены летом, потому что все хотят, те компании, которые подлежат обязательному аудиту, хотят провести первый этап аудиторской проверки как можно быстрее, чтобы мы проверили, а как правильно ли они начали применение новых ФСБУ, чтобы не накапливать до конца года все и не переделывать учет по итогам года. И я обещала всем участникам сегодня два подарка. Сейчас как раз хочу о них рассказать. Все участники сегодняшнего вебинара получают виртуальный сертификат на 10 тысяч рублей. Вы его активируете, если заключаете с нами договор аренды или заключаете договор на оказание услуг по постановке новых ФСБУ. То есть вам услуги, аудиторские услуги или услуги по постановке нового ФСБУ обойдутся на 10 тысяч рублей дешевле. Чтобы активировать виртуальный сертификат, вы можете позвонить по телефону или написать по электронной почте. Реквизиты у вас на экранах и будут, соответственно, в презентации. И нашим менеджерам для того, чтобы получить виртуальный сертификат, нужно сказать заветное слово. Его никто не забудет. Финтакс ТОП, потому что именно на этой площадке мы сегодня проводим вебинар. Это наши партнеры, и вы тоже знаете их, как никто другой. Поэтому никто не забудет кодовое слово Финтакс ТОП. А самое простое, как вы сможете активировать виртуальный сертификат, если в принципе только даже задумываетесь о проведении аудита или об услуге по постановке новых ФСБУ, вы можете перейти по QR-коду, который у вас сейчас на экранах, или по ссылке из презентации. Буквально поставив 4 галочки и указав свой адрес электронной почты, вы тут же получите приблизительную стоимость услуг, расчет приблизительной стоимости аудиторских услуг в нашей компании. И менеджеры наши будут знать, что вы с вебинара Финтакс ТОП, и вам положен виртуальный сертификат на 10 тысяч рублей. То есть если вы соберетесь заключить договоры с нашей компанией, то вам эти услуги обойдутся на 10 тысяч рублей дешевле. Ну и я так считаю, что никому будет интересно в любом случае узнать стоимость аудиторских услуг в нашей компании. Тем более еще раз хочу напомнить, что мы оказываем аудиторские услуги, в том числе и со страховкой от налоговых претензий. То есть если мы проверяем, проводим аудиторскую проверку с углубленной проверкой налогового учета и вдруг что-то налоговое доначисляет по проверенному нами периоду, наши налоговые юристы защищают ваши интересы в налоговой. Если отбить доначисление не удастся, компания Ингострав компенсирует штрафы и пени. И, кстати, хочу сказать, что страховка на самом деле работает. Недавно у нас был страховой случай. Ольга, можно сказать, была активным участником этой ситуации. Да, аудитор глаз замылился, видно, да, просмотрела, что компания платит налог на прибыль без распределения на обособленное подразделение. Все платили в голову. Ну, как бы налоговая база была исчислена правильно, да, но перечислили не туда. Ну, со всяким бывает. Глаз замылился. Что делать? Пришла новая глава, увидела эту ошибку. Кому претензии? Конечно, нашей компании, аудиторам. И вот Ольга говорит, это в течение двух недель буквально наши налоговые юристы сделали межбюджетный зачет, то есть перекинули деньги без дополнительных затрат из головы в обособленное подразделение. Налоговая доначислила пени и компания Ингострах без судебного решения. Вот, да, признала страховой случай и выплатила нашему клиенту 2 миллиона 800 тысяч рублей. То есть, если бы это был обычный аудит без дополнительной финансовой гарантии, то клиент не получил бы ничего. То есть, или там в другой компании мы проводили аудит. В такой ситуации это в большинстве компаний и не страховой случай, и я так понимаю, что нельзя даже эти деньги возместить через суд из компенсационного фонда саморегулируемой организации. То есть, это не та ошибка, которая нанесла ущерб компании и пользователям бухгалтерской отчетности. Вот, поэтому всем рекомендую проводить аудит с максимальной пользой, проводить системный комплексный аудит со страховкой от налоговых претензий. То есть, это, да, никто от ошибок не застрахован. Все стараются. У нас очень качественный аудит, удовлетворенность клиентов 97% по нашим опросам. Но вот, да, бывает, и от таких случаев есть страховка, которая действительно работает. Поэтому всем рекомендую воспользоваться сертификатом на 10 тысяч рублей. И еще у нас сегодня подарок. Да, можно, Ольга, дальше. Я у нас сегодня на вебинаре и арендаторы, и арендодатели. Подарок для обоих. Мы предоставляем всем бесплатный доступ к материалам круглых столов Ольги Легоньковой по 25 ФСБУ, где вы можете более подробно послушать о нюансах учета у арендаторов и у арендодателей. То есть в материалы круглых столов входит не только запись круглого стола, но и презентация, и еще конспект. То есть некогда смотреть, прочитайте конспект, да, и посмотрите. И насколько я помню, Ольга, у вас еще в материалы круглого стола входят электронные таблицы по переходу, или это я с шестым ФСБУ путаю, наверное, да? Нет, там есть таблица, очень полезная. А, в шестом ФСБУ электронные таблицы перехода. В шестом. Ну, здесь все равно очень интересно, да, то есть масса материалов по 25 ФСБУ, и вы можете по QR-коду перейти на наш сайт, заказать материалы круглого стола. Сейчас вы видите, для арендодателей, да, и сейчас я перелеснем, да, будет QR-код для арендаторов. Вы будете, когда заказывать, там написано заказать, и стоимость 2 900. Вы, пожалуйста, не смущайтесь, заказывайте, и наш менеджер увидит, что вы с вебинара финтакстоп, и, соответственно, вы, если что, скажете кодовое слово финтакстоп, и для вас эти материалы будут совершенно бесплатно. У вас будет презентация, и вы сможете, да, если кто-то не успел перейти, можно еще перелеснуть, Ольга, да, вот сейчас мы видим, для арендаторов, да, и для арендодателей. Вот еще QR-код на бесплатный доступ к материалам. Ну, и пока Ольга там, если есть вопросы, смотрит, хочу пригласить всех на ближайший круглый стол Ольги Легоньковой. Он будет как раз по нюансам применения 25-го ФСБУ для лизинга получателей. Вы можете по QR-коду тоже перейти на наш сайт и записаться. Вот. Первое участие у нас в круглом столе для наших подписчиков бесплатно. А так, я хочу заметить, вот те материалы, которые мы вам предоставляем сегодня в качестве подарка или участие в круглом столе, стоит у нас 2 900. Но для участников сегодняшнего вебинара уже записанные материалы круглых столов бесплатно, да, а первое участие в круглом столе тоже бесплатно, если вы станете нашими подписчиками. Подписаться вы можете на нас в Телеграм-канале, и я бы обязательно рекомендовала вам это сделать, потому что в Телеграм-канале можно Ольга перелистнуть. У нас есть там QR-код, вдруг кто-то сразу захочет записаться. Там мы, у нас есть и новости, и вы можете задавать свои вопросы и узнавать и о круглых столах, и о наших бесплатных мероприятиях. Вот, поэтому всем рекомендую и начинать с первого этапа аузиторской проверки и посмотреть материалы круглых столов по аренде и арендаторам, и арендодателям. Вот, в принципе, у меня, ну, как это, пока... Вопрос спрашивают, сколько по времени действует сертификат? Так, сертификат действует у нас до 31 августа, то есть, вот, на договоры, заключенные до 31 августа, ну, если вы, вы самое главное активируйте до 31 августа, то есть, если у вас, в принципе, есть желание, да, заключить, вы рассматриваете заключение договоров, активируйте этот сертификат и уже с нашими кураторами и менеджерами договоритесь, то есть, если вы по какой-то причине, да, не готовы пока вот в августе, я не исключаю, что действия сертификата для вас именно продлят, но пока, да, сертификаты действуют до 31 августа, поэтому звоните, пишите, узнайте о стоимости аудиторских услуг в нашей компании, то есть, это вас ни к чему не обязывает, надоедать вам не будем, подпишитесь на нас, на наш телеграм-канал и пользуйтесь всеми благами, которыми пользуются наши клиенты, вот, Ольга, тогда что получается, как бы первая часть нашего вебинара подошла к концу для арендаторов, да, всех ждем на наших мероприятиях, всем будет рассылка, и мы начинаем вторую часть вебинара уже для арендодателей. Мы не сделаем перерыв пять минут, Виктория? Ну, я не знаю, если только вы устали, а так, как это? Нет, я не устала, я думаю, что коллеги тоже проголосуют за то, чтобы нам без остановки пройти здесь. Да, я думаю, что мы сегодня не так, ну, как это, не то, что на круглых столах, да, у нас сегодня только те самые, ну, как бы топ вопросов и ошибок, поэтому я думаю, что можно и без остановки. Хорошо, давайте. Я удаляюсь из эфира, вам слово, Ольга. Да, я здесь просто смотрю, вот последний вопрос от Лидии, очень интересный, я с удовольствием по поводу него подискутирую немножко. Лидия пишет, что Минфин ранее писал, что нужно учитывать фактический срок пользования помещением, а не тот, который указан в коротком договоре. Значит, скорее всего, череду коротких договоров квалифицируют как длительное отношение. Лидия, вот смотрите, здесь вопрос в чем? В том, что мы не можем, когда началось действие договора, аренды, мы не можем определить фактический срок использования помещения. Поэтому мы говорим о том, что мы производим оценку этого срока действия договора, исходя из определенных факторов. Пост расчет, конечно, можно произвести, то есть понять, сколько он фактически, это помещение использовалось. Но представьте, как вы можете оценить, сколько вы будете использовать помещение, неважно, или любой другой предмет аренды, если вы только заключили этот договор. Что случится, что произойдет? Мы этого не можем знать, на какой срок. Поэтому как раз еще раз говорю о том, что это оценочное значение, допрос суждений, если в договоре есть какие-то нюансы, есть какая-то специфика. Так, ну, надеюсь, все, на этом мы закончили с арендаторами. У арендаторов такая участь сложная, в связи с тем, что они рассчитывают и ППА, и рассчитывают, и дисконтируют, и учитывают огромное количество условий договора, аренды и так далее. В принципе, на мой взгляд, арендаторам сложнее немного, арендодателям в этом смысле проще, за исключением лизинга дателей сочувствуем. В чем для арендодателей сложность в том, что, я уже говорила, что нужно осуществлять ретроспективный пересчет, то есть в этом случае при применении полноценно 25-го ФСБУ при финансовой аренде, к сожалению, арендодатели вынуждены будут ретроспективно отражать все в бухгалтерской отчетности, то есть производить ретроспективный пересчет. Вариантов нет. К сожалению, так в стандарте. Так, ну и поехали. Значит, сложность в чем для арендодателей, сложность сейчас до сих пор присутствует в классификации объектов учета аренды. Некоторые договоры сложно определить, что это за аренда, операционная или финансовая аренда. Понятно, что если это договор лизинга, это финансовая аренда, 100%, и вперед учет по 25-му ФСБУ нам светит ярким фонарем. А если это какой-то специфический предмет, специфические условия, то, конечно, нужно оценивать. Операционная аренда обычная аренда, которая ничем не примечательна. Можно сказать, обычная наша текущая аренда, то есть предоставление в аренду получения дохода. чем они отличаются от финансовой. Смотрите, есть также критерии, я о них уже здесь не писала, потому что я очень много рассказывала на вебинарах по 25-му ФСБУ. Эти все критерии, они прописаны в 25-м стандарте, все они существуют, но для себя и для вас я предлагаю несколько критериев отделения операционной аренды от финансовой аренды. Операционная аренда это в основном те договоры, те предметы аренды, которые предоставляются нами, как арендодателям в пользование большому количеству лиц юридических, неважно кому, в достаточно сжатые сроки и которые, вот этот предмет договора аренды имеет срок жизни гораздо больший, чем срок, на который мы предоставляем этот предмет в аренду. Например, есть автомобиль, сколько, 20 лет срок полезного использования этого автомобиля, предположим. При этом я, как арендодатель, предоставляю его в аренду каждые два года, например. То есть у меня такое условие, два года попользовал один арендатор, потом через два года, может быть, это техника какая-то специфическая, производственная, строительная, не важно, не имеет значения. Два года следующий арендатор использовал. То есть я его оборачиваю, вот этот предмет аренды, можно сказать, он находится в обороте и постоянно приносит мне прибыль и так далее. Финансовая, по стоимости, кстати, вот еще один, но это отличие, о котором мы сейчас финансово тоже проговорим, по стоимости, за весь срок действия договора аренды, стоимость вот этих платежей, которые я получу как арендодатель, она не сопоставима со стоимостью самого предмета аренды. То есть я предоставляю автомобиль, строительную технику, которая стоит десятки миллионов, при этом в договоре я получаю за весь срок действия миллион, то есть это несопоставимые цены. В отличие от финансовой аренды, давайте тогда на контрасте лучше, такой удобный и быстрее будет. На контрасте здесь наоборот стоимость предмета договора это как договор лизинга. Вот смотрите, здесь я вас призываю на практике просто, если вы сомневаетесь, думать о договоре лизинга. Вот если это не похоже на договор лизинга, то вероятнее всего это операционная аренда. В лизинге переход права собственности в итоге происходит в лизинге стоимость лизинговых платежей, а лизинг, вы сами знаете, что лизинг финансовой аренды это знак равенства стоит, что в лизинге стоимость платежей приблизительно сопоставима со стоимостью самого предмета аренды, то есть и срок действия этого договора может быть приближен к сроку жизни самого предмета аренды, ну срок полезного использования, к сроку полезного использования самого предмета аренды. Вот три основных, наверное, черты, которые нам позволяют классифицировать, операционная ли это аренда или нет, или финансовая. Финансовая аренда, вы знаете, что она несет в себе больше нагрузки для учета, я имею в виду, не для бизнеса, ни в коем случае, для учета. Операционная аренда, вы знаете, что учитывается просто равномерно, доход признается в течение срока действия договора аренды. В общем, как мы говорим, по-старому, ничего не изменяется. Если все-таки нам не повезло, и эта аренда является финансовой, то здесь кардинальные изменения происходят в соответствии с 25 ФСБУ, в бухгалтерском учете, да и бухгалтерской отчетности тоже. Да, здесь есть вариант по признанию, но давайте немножко опустим по признанию выручки, это больше к 16, у нас на практике пока это не происходит, мы пока действуем только в рамках стандарта. Стандарты, я имею в виду тех определений, которые у нас существуют в стандарте. Что происходит в учете, в бухгалтерском учете у лизинга дателя, у аренды дателя, неважно. Мы должны как датель списать предмет аренды из учета, если он в принципе у нас существует, то есть если это ноль первый счет. Мы должны рассчитать чистую инвестицию в аренду. Чистая инвестиция в аренду у нас оценивается двумя способами. Дисконтированная стоимость арендных платежей, это самая распространенная стоимость, или справедливая стоимость базового актива, плюс первоначальный прямой запрат арендодателя, минус первоначальный платеж аванс. Два варианта. В лизинге там все проще, потому что справедливая стоимость актива, в принципе может быть признано количество будущих платежей, которые у нас предстоит от 1 января, и мы так пересчитываем. Но часто производим и оценку в виде дисконтирования, при помощи дисконтирования стоимости будущих арендных платежей за весь период. Тоже такой эффективный способ. Я тоже на своих круглых столах, кстати, особенно по дателям, подробно рассказывала в расчетной таблице, каким образом нам нужно посчитать ставку дисконтирования, и как ее можно вычленить из договора лизинга или из договора аренды. В лизинге иногда она указывается, мы ее можем найти. В обычном договоре аренды обычно не указывается, но мы можем при помощи функции ставка ее вычленить и так далее. Чистая инвестиция в аренду, по большому счету, это дебиторская задолженность. То есть мы списываем актив, потому что он уже не наш. То есть финансовая аренда предусматривает переход права собственности. И в принципе использование этого предмета актива. По экономическому содержанию и сущности считают, что нельзя признавать это активом как таковым в бухгалтерской отчетности, в бухгалтерском учете арендодателя. Потому что актив это то, что использует компания для извлечения собственной прибыли. Имеется в виду в производственном цикле, в своей производственной деятельности, неважно операционной деятельности, чем занимается, если даже не прямым производством. Поэтому считается, что более справедливо нам сделать вот так, что это чистая инвестиция в аренду, которая будет гаситься. Соответственно, при уплате арендных платежей, при поступлении арендных платежей, будет списываться равномерно вот эта дебиторская задолженность и признаваться доход в виде платежей, которые мы осуществляем. Не мы осуществляем, мы получаем. Много очень. Я не хочу, сейчас у нас не так много времени. В принципе, Виктория уже говорила о том, что, пожалуйста, получайте доступ к круглым столам. Я очень подробно там расписываю, рассказываю о том, как прямо в таблице Excel, как это сделать, как это посчитать, чистую инвестицию, что на практике, как помещено это сделать практически. Поэтому здесь не буду очень останавливаться. Давайте остановимся с вами на том, какие последствия перехода и упрощенные способы учета существуют. Для арендодателя два способа учета в зависимости от классификации предметов аренды. С вами уже тоже поговорили. Операционная аренда не отражает арендодателю никакую инвестицию в аренду. В течение срока договора признают доходы в виде арендных платежей и начисляют по переданным объектам амортизацию. Ну, в общем-то, это и так понятно. Учет неоперационной финансовой аренды. Арендодатель отражает в бухучете инвестицию в аренду в размере чистой стоимости, чисто ЧИА, чистой инвестиции в аренду. И в течение срока договора арендодатель признает в доходах процент по инвестиции в аренду. Вы знаете, что он рассчитывается, он этот процент рассчитывается при применении как раз вот этой ставки. Арендные платежи в доходах при этом не учитываются, они учитываются равномерно при получении. То есть здесь, в принципе, упрощения какого-то для лизингодателя, для арендодателя не существует как такового, потому что это упрощение только связано с тем, что классификация предмета аренды будет операционная. То есть в случае только операционной аренды у нас будет существовать какое-то упрощение. По составу арендных платежей мы тоже с вами уже говорили про нюансы. Их достаточно много, этих нюансов. Я опять вам говорю о том, что почитайте эту рекомендацию БМЦ по поводу компонентов аренды. Она как раз для арендодателей. Нюансов здесь много, компонентов много, условий много. Что у нас из основных состав арендных платежей? Нюансы про нюансы учет основные. Значит, арендные платежи – это определенные в твердости. Обратите внимание, что знаете прекрасно, что есть периодические платежи, коммуналка, которая зависит от того, насколько сильно интенсивно я использую тот или иной ресурс. Есть другие какие-то периодические платежи. Есть постоянные регулярные платежи. Есть эксплуатационные. Вот недавно мы разбирались, есть эксплуатационные платежи. И в одном из договоров мы увидели, что эксплуатационный платеж установлен был как постоянная твердая величина. То есть, видимо, арендодатель, но я бы находилась в этом, правда, на стороне арендатора, нашего клиента. Но, тем не менее, видимо, арендодатель, когда получал платежи от коммунальных переменных, вот эти платежи по коммуналке, они, видимо, выработали какую-то систему, средний платеж. И уже в договоре аренды они прописали конкретную сумму, которую будет выплачивать арендатор. При использовании этого имущества назвали это эксплуатационными расходами. Так вот, эксплуатационные расходы в таком виде, по нашему мнению, будут признаваться постоянными. Потому что они не зависят от каких-то переменных величин и значений. Не зависят от того, буду я больше или меньше использовать электроэнергии. Это отдельные были расчеты, там, в договоре прописаны. А именно вот эти эксплуатационные платежи, которые включали ряд набор определенных расходов, которые несет арендодатель, они были включены. Поэтому вот здесь вот смотрите внимательно. Почему опять говорю о том, что нужно читать договор очень внимательно. Значит, определенные в твердой сумме платежи арендатора арендодатель вносимы периодически и единовременно за вычетом платежей, которые осуществляются в пользу арендатора. Например, возмещение расходов. То есть мы их должны убирать из состава арендных платежей. Переменные платежи зависят от ценовых индексов или процентных ставок, определенные на дату предоставления предмета аренды. То есть здесь, смотрите, опять нюанс. На дату предоставления предмета аренды. Если это какие-то текущие изменения, которые возникли потом, позже, и они не связаны с предоставлением на данный момент времени предмета аренды, то здесь уже могут быть нюансы. Обращайте внимание. Дальше. Справедливая стоимость иного встречного представления. Предоставление определенной на дату предоставления предмета аренды. Это опять компенсационные выплаты, возмещение, демонтажа и так далее. Платежи, связанные с продлением или сокращением срока аренды, установленные договорным, когда такое изменение учитывается при расчете срока аренды. Здесь тоже штрафные санкции, наложения, которые, не знаю, пение, что там, расчеты какие-то при определенных действиях или совокупности каких-то обстоятельств, которые могут возникнуть в ходе аренды. Опять смотрите. Дальше. Платежи, связанные с правом выкупа предмета аренды арендатором, в случае, когда арендатор намерен воспользоваться таким правом, тоже нюансы. То есть, на самом деле, я частично взяла из 16-го ФРС, поэтому каждый договор нужно расчленять, так сказать, такое слово страшное, по компонентам самостоятельно расписывать, прописывать. Я, может быть, сейчас, кстати, вам покажу, как это делается чуть-чуть в Excel. Мы с вами чуть-чуть посмотрим в самом конце. Ну и состав. Дальше. Сумма, подлежащая оплате, получение в связи с гарантиями выкупа предмета аренды по окончанию срока аренды. Это всяческие выкупные стоимости, которые присутствуют. То есть, они могут быть существенны, могут быть, кстати, несущественны. Вы знаете, что иногда в договоре указывается буквально полторы тысячи рублей или 1800 за достаточно дорогое, дорогостоящее имущество. Здесь, да, по составу, давайте я вам обещаю, что я вам покажу чуть позже еще табличку Excel, которую можно получить, когда, если вы перейдете и приобретете вот этот, не приобретете, а получите вот этот круглый стол по арендодателям. Я вам тоже покажу. По поводу практических вопросов перехода можно разговаривать тоже бесконечно. Нюансов очень много на этот счет. Сейчас у нас есть один клиент лизинга, датель, который переходит просто стоически на этот стандарт. Огромное количество договоров лизинга, которые практически все подпадают по 25 ФСБУ. Не забывайте, пожалуйста, я вам на словах проговорю, не забывайте про пересчет по ФСБУ-17. Виктория, какой-то вопрос? Да, уже есть вопрос по аренде. Надежда спрашивает, как учитывается... Так, сейчас, секундочку. А, ну да. Как учитывается выручка и расходы по аренде у арендодателей, которые сдают в аренду товары? Вот, скажу честно, я долго думала, как можно сдавать в аренду товары. То есть, мне кажется, что это или товарный займ, ну, условно говоря, когда у меня попросили несколько тонн картошки взаимы и вернут несколько тонн картошки, да. Поскольку я, как понимаю, что когда в аренду что-то сдают, то должен быть идентифицирован в договоре предмет аренды. То есть, как можно идентифицировать товары? Это не предмет 25 ФСБУ вообще. Наверное, можно. А если, например, я себе так предположила, да, конечно, хотелось бы у Елены узнать, что за аренда товаров. Ой, у Елены... Смотрите, смотрите. То есть, может быть, это для экспонирования. Виктория, Виктория, это не предмет разговора вообще. Потому что если мы классифицируем товар, то товар предназначен для продажи. Больше не для чего. Товар – это то, что я продаю для того, чтобы получить дельту маржу от его реализации. А здесь предмет классификации и, в принципе, предмет определения. Если это все-таки не товар, то его нужно переводить из категории товаров в категорию внеоборотных активов. То есть, например, как вариант. Здесь вопрос не обсуждения. Если вы говорите, что это товар, то это не предмет 25-го ФСБУ вообще. Спасибо. Еще вопрос. Есть ли особенности применения ФСБУ для арендодателей, которые являются бизнес-центрами? Ваши практики. Мы же проверяли бизнес-центры. Ничего такого особенного нет. А если договор аренды содержит различные оборудования, что-то менее 300 тысяч рублей, общая сумма арендного платежа за месяц, как делить, чтобы рассчитать ППА? Да, мы уже обсуждали этот вопрос на прошлом вебинаре. Пришли тоже к выводу, обсудили с коллегами. Здесь нужно менять договор. То есть, здесь нельзя и совокупность, нельзя оценивать каких-то разнородных особенно предметов аренды. Там, по-моему, кстати, был вопрос про аренду производственного помещения. Там и коммуникации арендовались. Все было в одной куче. То есть, здесь нужно менять договор. Единственный вариант – заключать допник и расчленять вот эти все единицы на отдельно. А дальше уже классифицировать эти договоры в соответствии с 25-м. Кто-то будет подлежать меньше, больше 300 тысяч, кто-то не будет подлежать в связи с тем, что меньше этот предмет будет оцениваться 300 тысяч. И вам будет проще и легче учет вести таким образом. Поэтому здесь идем на допник, расчленяем эти все предметы. Ольга, вот пришло уточнение как раз по товарам. На самом деле не товары сдают в аренду. Нет, речь идет об оборудовании, которое изначально закупается как товар. Часть товара переводится в основные средства. Насколько мне известно, есть нюансы такой аренды. То есть, по сути, простите, вопрос касается, если мы в аренду передаем оборудование. Есть ли какие-то нюансы? Как отражать выручку и расходы? Да, вот если вернемся к тому, по-моему, никаких особенностей есть в оборудовании. Если вы произвели перевод, то, соответственно, вы учли это как необоротный актив. То есть, это 01 или 03, не знаю, как вы будете классифицировать, как хотите, счет бухгалтерского учета. И далее никаких особенностей нет. Точно так же оцениваем срок, точно так же оцениваем ППА, обязательства, выручку, если мы предоставляем. А, ну вы имеете в виду, я поняла, вы имеете в виду по поводу выведения с 01, но это опять предмет договора. То есть, вероятно, он будет выведен. То есть, если это, я имею в виду список, в связи с тем, что это переход будет на 25 ФСБУ, но здесь опять куча нюансов. Если заканчивается до 22 года, вообще не предмет. Если долгий, нужно все равно пересчитывать. Нужно тогда будет переводить сначала с 41 на 01, с 01 потом убирать, все это выводить. Переводить при переходе на 25 ФСБУ, рассчитывать чистую инвестицию и так далее и тому подобное, а выручку и расходы признавать. Но здесь у нас у меня что, расходов у меня не будет никаких, в общем-то, потому что амортизация у меня уходит, потому что я списываю этот 01, да, там уже будет не предмет моего учета. У меня будет дебиторка, у меня будет процентный доход и про и выручка. То есть здесь ничего особенного, все как обычно. Не вижу пока никаких особенностей. Может, вопрос как-то задали, так что я не могу. Нет, ну хотя бы пояснили, потому что я-то голову сломала, как можно в аренду товара сдавать по разным вариантам. Спасибо, Надежда, за уточнение. Пока вопросов нет, я удаляюсь. Вам слово, Ольга, спасибо. Да, да. Ну давайте поговорим немного еще по поводу налогового и бухгалтерского учета. Почему про налоговый хочу сразу? Что-то у меня сегодня презентация, прям вот, ну не хочет она хорошо работать. Есть у нас изменения, которые уже начали работать, лизингодатели, лизингополучатели, ну в основном лизингополучатели. Я не могу это не отметить, хотя сейчас мы говорим про дателей, но хотя может быть отмечу чуть позже, да, может быть я забегаю вперед. Смотрите, при, значит, в налоговом учете, при сдаче имущества в операционную аренду у нас передача и возврат такого имущества никаким образом не отражается. То есть все происходит в обычном порядке. Мы уже с вами об этом поговорили, что все происходит так, как и было, как и раньше. Доходов, расходов у нас на момент передачи никаких не возникает, поэтому в этом случае мы просто производим учет в обычном порядке, как и раньше. Основные, которые переданы в аренду из состава амортизируемого, не исключаются, да, это вот о том, что Виктория тоже проговорила, по ним начисляются в обычном порядке амортизация и так далее и тому подобное. То есть мы опять все к тому, что учет никаким образом не изменяется в смысле налогового учета в отношении налога на прибыль по таким договорам. То есть все остается по-прежнему. Это нам говорит о чем? Это нам говорит о том, что мы, бедные и несчастные бухгалтеры и главные бухгалтеры, обязаны будем рассчитывать применять более активно 18-й ПБУ, наш любимый, 17-02. Нам придется считать эти разницы, и разницы будут еще больше. А для лизинга дателей, арендодателей, которые пересчет производят сейчас, и у которых основной вид деятельности предоставления в лизинг, они осуществляют сейчас тройную работу. Они пересчитывают разницы, которые были в связи с применением 18-го ПБУ до вступления в 25-й ФСБУ, в связи с тем, что они обязаны ретроспективно пересчет осуществить, ретроспективно все отразить. И плюс они насчитывают вот эти разницы, которые возникли сейчас, текущие, которые возникают сейчас в связи с разницей в учете бухгалтерским налоговым, которые дополнительную нагрузку сейчас на нас возлагают. Поэтому искренне вам сочувствую. Значит, про ретроспективно. У меня тоже здесь была информация. Ну да, мы говорим, что сумма, которая начислена за налоговый период амортизации в нервизационных, ну в зависимости от вида деятельности, еще может быть какие-то особенные мнения ежемесячно, все как обычно. В случае, если в составе арендной платы переменная составляющая у нас присутствует, которая включает возмещение арендаторам коммуналки, например, да, то такая переменная часть также включается в доходы в налоговом учете. В общем, все вот эти нюансы мы с вами знаем уже, я надеюсь, да, но если что, еще раз повторим. При получении в операционную аренду имущество в аренду, но здесь немножко, да, нюанс, имущество в аренду и его возврат не отражается, так как доходов-расходов также на этот момент не возникает никаких. Арендная плата учитывается в составе прочих доходов, связанных с производством и реализацией, да, в универизационных, если такое арендованное имущество связано с иной деятельностью, которые направлены на получение дохода. Да, но здесь все по налоговому кодусу, вообще никаких нюансов. Ну, почему я прописала здесь для лизинга получателя, это постольку, поскольку мы с вами говорим и про арендатора, и про арендодателя. Не могу мимо этого пройти, потому что уже находили ошибки по этому поводу. Обратите внимание, что у нас меняется учет в отношении лизинговых платежей и в налоговом учете, да, то есть в связи с этим у нас меняется частичный подход и все разницы, которые возникают. Поэтому лизинговые получатели, обратите внимание, что по договорам, которые были заключены, лизинга до 1 января 2022 года, лизинговые платежи включаются в расходы полностью, амортизация не начисляется. А по тем договорам, которые заключены до, это было с 1 января, может быть, я говорила, с 1 января 2022 года, амортизация нечисляется, как и раньше, да, как и в предыдущие платежи лизинговые. Мы учитываем расходы за вычетом вот этой накопленной, начисленной амортизации, не накопленной, начисленной. Поэтому обратите внимание, что вот подход к налоговому учету, к учету расходов, да, вот в этих в виде лизинговых платежей, он изменился и, пожалуйста, сделайте пересчет, если вы еще его не сделали. Были поправки, поэтому обратите на это внимание. Значит, при получении в лизинг имущества, которое учитывается на балансе лизинга дателя, лизинговые платежи учитываются в расходах по графику платежей. Тоже смотрите свои графики, потому что я видела графики, может быть, несколько раз, да, это, наверное, входит в практику, вероятно, у многих так, что есть график платежей лизинговых, а есть график начислений, да, то есть вот они, обычно они разнятся почему-то, да, то есть там, видимо, какие-то особенности учета, я не знаю, или особенности расчета, как-то не вникала в этот вопрос, но нужно именно учитывать по графику платежей, да, то есть это тот расход, который я фактически буду нести, то есть это то, что я понесу по факту. Выкупная стоимость отражается после перехода права собственности, как покупка нового объекта. Это вот несколько нюансов, которые сейчас уже наработаны в отношении лизинговых получателей. Но вот особенно хотел обратить внимание на изменение порядка учета для лизинговых получателей, потому что ошибки, ой, простите, потому что ошибки уже есть на этот счет. Вот. Значит, что у нас еще? Переменная часть арендной платы, которая является возмещением, совершенно справедливо мы понимаем, почему возмещение арендодателю коммуналки включается в расходы, так же, как и ее постоянная часть, да, но это имеется в виду при каких-то нюансах и определенной форме заключения договоров, да, то есть здесь тоже нужно смотреть. Если договор аренды подлежит госрегистрации, считается заключенным с момента такой регистрации, то расходы по незарегистрированному договору для цельного налогообложения прибыли не принимаются. Тоже обратите внимание, есть такой нюанс, есть такой подход. Расходы по арендной плате в виде арендной платы признаются независимо от факта оплаты на наиболее раннюю из дат, тоже прописано на последнее число месяца или на последнее число отчетного налогового периода. Здесь почему я вам решила дать эту информацию, потому что, в общем-то, в бухгалтерском учете, давайте, знаете как, давайте, Виктория, так поступим, сейчас я посмотрю по времени. В целом я могу закончить, но я очень хотела бы показать вот эту табличку, давайте тогда пойдем сейчас на вопросы, попробуем ответить дальше. Ну, у нас сейчас один вопрос, в принципе, пока один. Один? А у меня пять? Нет, мы уже, видимо, на большую часть из них вы ответили. Да, вот вопрос под номером 13 остался, если вы смотрите чат. Смотрю. Самый последний, на остальные вы ответили, я вас спрашивала. Бизнес-центр, да, это мы ответили. То есть мы сейчас ответим на вопрос и еще вы покажете таблицу. Покажу, да, потому что здесь мы поговорили про налоговый учет с вами, а хочу показать еще бухгалтерский учет именно для лизинга дателя, будет интересно. Ну, здесь вопрос не лизинга дателя касается, а арендатора по-прежнему. Давайте на него быстренько ответим и поедем тогда, да, раз уже вы чат вошли. Я тебе прочитаю сама, Виктория, я не вижу его, поэтому прочитаю. Как бы вы отразили ППА, если договор аренды на пять лет без пролонгации, но разумный срок, определенный руководством, десять лет. Срок аренды ставить на пять лет или на десять, или проще через пять поставить нового ППА по новому договору. Да, я бы, наверное, так и сделала. Ну, опять, что значит разумный? Есть нормы гражданского законодательства. Понимаете, я не могу поставить срок аренды дольше, чем он предусмотрен договором. Вот это сто процентов. Это гражданский кодекс, да, то есть здесь я не могу прыгнуть выше гражданского кодекса. То есть я бы действительно не рассматривала вообще, но это что-то такое. А компания будет существовать еще пятьдесят лет, может быть, мы на пятьдесят поставим. То есть здесь что-то из области фантастики. Конечно, здесь нужно, я бы как сделала, да, я говорю, как я бы сделала. Я бы поставила на пять, а через пять посмотрела бы еще, что будет происходить дальше. Потому что, конечно, возможно, международные стандарты финансовой отчетности, слошники, которые применяют 16-е ФРС, они могут фантазировать на этот счет. Я думаю, что в наших российских реалиях пока фантазировать на этот счет не нужно. То есть это пять лет, и через пять лет еще пять лет. То есть все должно быть строго в этом смысле. Спасибо. Все, пока вопросов нет, Ольга, давайте таблицу. Да, давайте тогда сейчас мы посмотрим с вами таблицу. Я сейчас немножко технический, маленький перерыв, отдохните немного, потому что я не планировала ее показывать, но все-таки очень хочу показать, потому что она касается именно бухгалтерского учета, касается компонентов. На самом деле, поделитесь, коллеги, многие задают вопросы сейчас, да, поделитесь, кто перешел, какие сложности были при переходе, все ли приобрели надстройку 1С по переходу, как она вам, понравилась, не понравилась, потому что поступали у нас и негативные отзывы, что ожидания вот этой надстройки были неоправданы, да, то есть ожидали, что там будет какая-то волшебная кнопочка. Так, вот нашла дателем, учет арендодателем. Поделитесь, будет интересно даже узнать о том, что у вас происходит сейчас. Мне было бы интересно. Так, Виктория, как видно, как видно мою таблицу? Видно, таблицу видно. Вот смотрите, по поводу бухгалтерского учета у дателя, у лизинга дателя, арендодателя, неважно. Кстати, это вот часть, которая прилагается к круглому столу по ФСБУ. Это живая таблица расчетная, которая на формулах завязана. Мы сейчас с вами, у нас есть какое-то время, да? Я так понимаю, что минут 20 у нас точно есть. Да, Виктория, верно? Что там возникновение вопросов? Ну, вообще-то нет. Нет, нет. Есть сколько у нас есть времени? Семь минут? Ну, давайте скажем, да, семь минут, потому что, по идее, мы должны были закончить. То есть, на все мероприятие мы планировали потратить полтора часа, 45 минут на арендаторов и 45 минут на арендодателей. Так что нас не очень ограничивает, но тоже, да. Давайте, да, я думаю, что это у коллеги, что немножко задержится, потому что информация крайне полезная. Да, тем более, я правильно понимаю, извините, Ольга, я вас перебиваю, что вы сами сказали, что на круглом столе, материала круглого стола, эта таблица есть. И вы, наверное, там тоже подробно это все объясняете. Да, во-первых, объясняем, во-вторых, мы даем это как материал круглого стола. Поэтому все welcome приходить. То есть, все смогут еще раз посмотреть. Да. Для интереса, конечно, я думаю, надо показать. Да, показать, потому что я хочу показать именно бухгалтерский учет, что происходит в бухгалтерском учете, потому что про налоговую мы с вами поговорили. А в бухгалтерском учете, вы смотрите, то, о чем мы с вами говорили, и для арендатора, и для арендодателя я вас призывала к тому, чтобы выделять компоненты определенные договора. То есть, расчленять этот договор в соответствии с федеральным стандартом, с 25-м. То есть, здесь каким-то образом указать, кто арендатор, что за договор аренды, кто у меня арендатор, какой адрес, какая площадь. То есть, как-то идентифицировать предмет аренды, дата начала применения ФСБУ, потому что некоторые применяют его и раньше, уже давно применяют, уже несколько лет. Кто-то применяет только с 22-го года. Когда коммерческое использование началось, это для того, чтобы нам учитывать, смотреть, какие были расходы до применения 25-го ФСБУ. Условия прекращения, условия пролонгации и прочие существенные условия здесь у меня не отмечены. Я вас призываю к тому, чтобы все равно их здесь учитывать. То есть, для того, чтобы определять срок договора, нужно ли как-то его корректировать или условия корректировки. Дальше. Мы с вами говорили о том, что существует такой момент, как вычленение внутренней ставки. Здесь у меня вычленена ставка. Произведено это при помощи функции ставка, которая в Excel существует. Вы тоже получите эту формулу. Она завязана на количестве платежей, завязана на том, сколько будет осуществлено платежей в определенный срок. Например, у меня здесь квартальные платежи. Сколько этих платежей будет осуществлено всего? Какая чистая стоимость инвестиции? И здесь, если вы откроете функцию эту внутри, то здесь кто-то пользовался, кто-то нет. Мы тоже начали осваивать ее активно. Здесь есть будущая стоимость. Вот внизу, посмотрите, есть тип. Вот здесь обязательно нужно приставлять нули, иначе формула не срабатывает у нас. И вот здесь в платежах выплаты, которые производятся, также нужно обязательно ставить с минусом. Тогда у вас формула сработает, и вы реальную процентную ставку вычлените. Дальше, вот смотрите, здесь в бухгалтерском учете мы, конечно же, образуем 76-й ЧИВА, чистая инвестиция в аренду. Это как раз о том, что мы говорили, да, то есть это признание дебюторской задолженности путем списания вот этого актива. Ну, а здесь ППА-комментарий такой условный, да, я его посмотрю лучше. Уничтожение, как сказать, этого актива и превращение его в дебюторскую задолженность. Да, если нужны какие-то корректировки, осуществление каких-то корректировок, то мы это осуществляем все за счет 84-го счета производим. Да, и процентный доход мы начисляем на 91.01, в общем-то, в обычном порядке. На самом деле система проводок по учету для лизинга дателей, она более сложная, конечно, но она достаточно индивидуальная, поэтому здесь схематично только мы привели, показали, как это в общем, да, то есть в целом будет происходить. Ну, и дальше производим обычный расчет, да, так как у меня здесь ежеквартальный расчет, и в целом у меня не будет как у дателя влиять это ни на какие показатели, я буду в год финансово нормально выходить, то он именно такой здесь, да. ЧИВА на начало чисто инвестиций в аренду – это основа на базе, в которой мы производим расчет процентного дохода, да, то есть с применением той ставки, которую я получила. Арендные платежи, понятно, само по себе будут отражаться или на 91.01, ну, вероятно, на 90-м в большинстве случаев. Да, и вот здесь идет процесс уменьшения вот этого самого ЧИВА, той самой ЧИВА, чисто инвестиций в аренду, которая по количеству платежей, по сроку действия этого договора, она с каждым периодом становится меньше, 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 меньше. Те, кто учился на Депифор, на ИСИСЕевский, да, все прекрасно знают, что можно, здесь у меня просто земля, поэтому платежей огромное количество, все прекрасно знают, что можно себя проверить одним способом правильности применения и расчета, применения процентной ставки и расчета остатка ЧИВА на конец, расчета дебюторской задолженности. У меня четко должен совпадать конец, окончание срока действия договора с нулевым значением ЧИВА. Если нулевое значение ЧИВА образовалось в конце срока действия договора, это все четко совпало, с учетом начисления дохода по процентам и платежей, которые получались, да, то у меня должен в итоге выйти ноль. Это моя самопроверка, которая мне говорит о том, что я прекрасно все правильно посчитала. Вот, коллеги, поэтому я думаю, что все уже, в общем-то, на пути к тому, чтобы делать вот такие таблицы, они с нами теперь навсегда, вот эти расчетные таблицы с процентными ставками, с приведением и так далее. Поэтому я вас призываю их делать, оформлять. И успехов в применении нашего сложного и малоприятного стандарта по учету аренды. Да, Виктория. То есть все непросто, да, все непросто. И я хочу напомнить, я так понимаю, что все, что мы хотели рассказать для арендодателей, рассказали, я хочу напомнить еще раз о сертификате на 10 тысяч рублей. Пожалуйста, воспользуйтесь им, активируйте его до 31 августа, а потом уже будете разбираться, да. Будете вы заключать договоры на аудит или на внедрение новых по СБУ. То есть это вы уже сами решите. Но я, конечно, искренне надеюсь, что все участники сегодняшнего вебинара станут нашими довольными клиентами. И еще раз на всякий случай, давайте, если можно, покажем для арендодателей ссылку на материалы круглого стола, которые вы можете получить совершенно бесплатно. Вот она у вас на экранах. Пожалуйста, переходите по QR-коду, заказывайте материалы круглого стола, и вы получите их совершенно бесплатно. И вот эту замечательную электронную таблицу, где, то есть в материалах круглого стола и видеозапись будет, где Ольга рассказывает еще раз про электронную таблицу уже, наверное, даже более подробно. И конспект сможете прочитать, то есть руководство, опять же, комментарии по этой таблице и другую информацию. Всем искренне рекомендую этим подарком воспользоваться, тем более материалы круглого стола совершенно бесплатно. Вот, ну что, вопросов, вопросы появились. Ну нет, там Оксана как раз спрашивает, как получить доступ к таблицам, да, вот как раз Виктория уже рассказала. Да, то есть доступ к таблицам получить, получив материалы круглого стола для арендодателей. Так, ну и вроде, да, все тогда. Спасибо, коллеги. Слушателей нет вопросов, я думаю, что можно тогда заканчивать. Да, коллеги, спасибо, я вам желаю успехов в применении 25 ФСБУ, это сложно. Я вам желаю терпения набраться, опыта наберетесь, да. Кстати, рекомендую всем пойти поучиться на получение квалификации международного стандарта финансовой отчетности, потому что очень много схожести, вот, поэтому если у вас возникают сложности, проблемы с переходом, вам нужно перепроверить, как вы правильно или неправильно осуществили переход, то мы тоже это делаем, да, мы помогаем проверять, правильно ли осуществлен переход, правильные ли ваши расчеты. Приходите к нам за консультациям, приходите за переходом, мы уже наработали приличный опыт этого перехода, у нас есть масса специалистов, которые уже делают это, как орешки щелкают, поэтому мы уже опытные, такие поднатасканные, поэтому приходите, пожалуйста, мы с удовольствием будем вам помогать. Спасибо за внимание. То есть вы можете проверить правильно ФСБУ не только в рамках договора на аудит, но и в рамках отдельной услуги, то есть проверить только правильное применение новых ФСБУ. Вот Василия к нам присоединилась. Василия, у нас мероприятие подходит к концу, всем большое спасибо и вам, как организатору, тоже большое спасибо за то, что дали возможность компании «Праваяст-аудит» провести у вас такой вебинар. Я смотрю, очень популярный, много слушателей, большое спасибо. Да, коллеги, вам спасибо большое. Ольга, как всегда, мощнейшая просто информация, очень полезная. И в чате у нас вы сейчас, к сожалению, видите, но море благодарностей. Участники говорят, что получили огромное количество пользы, все было очень интересно. И, кстати, вот по вопросу, который, Ольга, вы задавали, у нас, в принципе, микс получился, что часть участников уже успели перейти. ФСБУ будет часть только готовиться и благодарят вас за столь полезную информацию, потому что благодаря вам теперь они перейдут без ошибок. Спасибо большое. Спасибо за отзывы. И, конечно же, все очень рады подаркам, потому что действительно компания «Праваяст-аудит» всегда радует наших участников, и сегодняшние подарки прямо назвали «Подарка-падом». Поэтому, друзья, пользуйтесь на здоровье. Действительно, очень много полезной информации. Самое то, с пользой завершить это лето. Спасибо большое, друзья, и до новых встреч. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...